Девочки, всем привет! Я наконец-то вернулась. Снимаю уже десятый, наверное, дубль. Сил уже нету, в общем, энтузиазма нету, так что как сниму, так сниму. Если получится опять в очередной раз. Видать, разучилась я. Так, начну сразу с посылки от Наточки 29. Соединю, еще сразу же сделаю в этом видео обзор на Евроше. Кстати, по тому каталогу, который я вам уже показывала, предложению новогоднему. Так, значит, посылочка, подарочки. Наталья, конечно, такой человек, что не сказку сказать, не пером описать. Как ее уже не называли, только Снегурочка. И, в общем, замечательный человечек. Дай Бог тебе всего. Вот такие вот масочки для лица. Как обычно, пробников куча. Вот такие вот лориалевские код молодости. Я уже их разделила. В общем, куча этих пробничков. И Виши, Лифт Актив Про. С СПФ 18. Буду пробовать. Ничего еще не знаю, ничего не пробовала. Вчера получила только посылку. Ну и, конечно, после видео о магнитике на холодильнике. Она мне выслала магниты вот с такой вот звездой Давида, которая у них на флаге изображена. Видите, красивые такие магниты. Просто вообще загляденье. Вот такие объемные. Это Тель-Авив. Очень, очень мне понравились. Один магнит вообще вот муж заказал. Он обожает всех евреев. У него такое отношение к нему трепетное. Не знаю почему. Он у меня вообще-то не еврей. И близко даже как бы не относится к ним. Ну, в общем, я Наталью назову не Дедом Морозом, не Снегурочкой. Я ее назову Доктор Майболитом, потому что она мне прислала наконец-то лекарство для моих волос. Это кокосовое масло с адисобебой эфилопия. Здесь целых 350 грамм. Вот так вот оно выглядит. Я сегодня уже его использовала, конечно же. Его смыть с волос вообще невозможно. Три раза я волосы мыла, поэтому сижу с такой непонятной прической. У него такие все как пакля. В общем, надо приноровиться к нему. Как-то его смывать. Если, кстати, у кого-то есть секрет, как смывать кокосовое масло, я была бы вам признательна. Так. Все. По подарочкам от Натальи. Наталья, спасибо тебе огромное. Всех благ тебе. Ты достойна самого лучшего. Я все по-быстрому, потому что видео получится очень огромным. Так. Подарок от Иврашен. Начну с подарков. Прислали они мне. Кстати, посылка вызвала у меня глубокое разочарование. Сразу предупреждаю. В подарок, опять же, как обычно, Эвиденс 75 мм. Я что с расстройства даже открыла и начала пользоваться. Не знаю, зачем. В общем, не подумавши. Так. Следующий подарок был. Это вот такая вот ужасная сумочка. Вечерняя. Видите, как приклеены стразы. Это вообще просто кошмар. Акриловые стразы приклеены на клей. Это все видно. Сам бак вот такой, как бумажный. Ну, в общем, ладно. На халяву их лорко-творог, как говорится. Что теперь поделаешь? Вот бумага упаковочная меня порадовала. Очень хорошего качества. Здесь серебристые, золотистые и красные. До стены не пригодятся. Очень даже кстати. Так, еще один подарок у Роши. Это вот такой вот медведь. Медведь вообще прикольный. Очень мне нравится. Такой мягкий. У меня нет маленьких детей. Но я сама с удовольствием его тискаю. Ну, такой классный медвежонок. Так. Значит, сначала уход покажу. Мой мастхев на все века и времена. Серия пюркальмий. Лосьон для лица. Очень мне нравится. Конечно, флораль лосьон для лица. Так. Вот такая вот фетровая сумочка там за 99 рублей была. Ну, конечно, фетра не настоящая. Это все синтетика. В ней, значит, ну, так как подарочная, она очень даже неплохая. В ней, значит, была серия, то есть, ну, это как бы я положила. Сказывала я Близернатюр. Это абрикос. Очень обалденный запах. Кстати, с персиком предыдущим вообще не сравнить здесь. Как будто ты настоящий абрикос. Вот прям только что вот, я не знаю, откусила. Но вообще запах идентичный натуральному. Ну, вообще супер запах просто. Очень мне нравится. И та туалетная водичка была. Персик вообще ужасная. Я ее заказывала. Кстати, первую я вообще была в разочаровании. Но вот это вот вообще просто небо и земля постарались мне в этот раз. Очень мне понравилось. Очень натуральный такой запах. Так. Следующее, что это, конечно же, мой любимый тоже must-have. Гель для тела и волос. Зеленый чай. Очень я его люблю. Очень свежий. Такой классный запах. Помогает мне при тошнотиках. Так. Что еще? Да, вот эта вот база для лица. Очень она мне, кстати, понравилась. Машенька из... Машенька из... У меня опять... Из Испании. Морлиблюллос. Вроде бы у тебя... Ник, извини, если неправильно. В общем, как-то ты от нее не в восторге. Ну, я вот целый день в торговом центре провела с ней. Мне вообще понравилась. Мне вообще понравилась, кстати. И сейчас вот жара... То есть, в помещении же жарко, да. Ну, я вообще не с мороза была, а с машины. Но все равно. В общем, мне понравилась при моей жирной коже расширенных порох базового. Здесь, правда, 15 миллилитров. Мне, в принципе, понравилась. Так. Такое впечатление, что это еще что-то забыла. Да, конечно же, забыла. Вот этот вот бальзамчик обожаю. Вообще, этот бальзам посылку получила давно. Почти вот весь его использовала. Вообще, супер вещь. Я не знаю. Кармекс, конечно. Но вот этот вот просто вообще хит. Вот по сравнению со всеми, которые у меня есть, да. Там в стиках в виде помады. Вот не сравнить. Вообще, просто обалденный. Девчонки, попробуйте. Не пожалейте. 150 рублей. 10 миллилитров. Так. Ну и, конечно же, вот лимитированная коллекция у них на Новый год. Вот такая вот помадка. У меня 102 тон. Чем они отличаются? У них помада соответствует крышечке цвету. Вот сама такая помадка. Она у меня сейчас на губах. У меня супер такой красной помады вообще никогда не было. В смысле, были красные помады. Но вот такой красивый, красивый красный, прекрасный просто цвет. Очень насыщенный. Вот у меня была от Римы, я вам показывала. Она немножко сушит губы. Это нет. Это вообще просто помада обалденного качества. Ну, конечно, она вечерняя. В нем ее не нанести. Это точно. Но помада, девчонки, просто супер. Я сейчас вам немножечко покажу ее. Такая она замечательная помада. Не хуже даже люкса, это точно. Я вот вас уверяла. Вообще не скатывается, не растекается вот там по уголкам, где-то не собирается. В общем, помада обалденная. Так, ну и разочарование от Ивроше. Я хотела тот наборчик, да, заказать там, где вот тени, там эти блески были, румяна не стала. Лучше бы я, наверное, его заказала. Заказала я вот такую вот пудру. Все это было не так дешево, кстати. Я думала, она вообще полностью шиммерная. Нет, как вы можете наблюдать, она оказалась только сверху шиммер. Так она такая. Матовая. Кстати, пудра неплохая по качеству. Я, конечно, и не пользовалась толком, потому что все берегла вам показать. Какой тут обман. Кисточка натуральная тоже, в принципе, хорошая. Пудра сама неплохая. Ну, вот зачем вот этот вот обман сверху шиммер, я вообще не поняла, для чего это. И самое мое большое разочарование, это палетка, четверка теней. Я, как сорока, вот на этот блестящий дизайн вот этот вот клюнула, но зря. Здесь четверка, да, теней. Вот первые вот эти вот желтенькие, это оказались вообще кремовые, как помада. Вообще не знаю, для чего они не сразу в складку собираются. Полная ерунда. Следующий цвет идет. Баклажан. Вот такой вот он, абсолютно грязный, какой-то непонятный, вообще непонятный. Сухой, синий, вот такой вот синий. Вообще непонятный тоже какой-то. Плохо тушуются между собою. Вообще все полосят. Абсолютно какие-то, ну, ужасного качества. И вот такой вот самый, самый такой угольный, да. Это такой темно-темно-темно-зеленый. Вот этот вот. В общем, вот так вот. Я вам даже вот так размажу, смотрите, что получается. Вообще ужасно. Они даже не тушуются между собой. Ужасные вообще тени. Просто я за 600 рублей, я лучше бы две палетки отбью, купила. У меня бы хотя бы такого разочарования не было. Я знаю, кому-то в Европу присылают в подарок. Я за нее заплатила 600 рублей. Вот этот вот вообще ужас из ужаса. Мое полное разочарование. Так, ну и первое, быстренько пройдусь. Заказала я опять свой любимый Дермо и Коли лосьончик. Правда, стоит он вот в два раза вот этого дороже. Но, в общем, по качеству они, мне кажется, вообще оба одинаковые. Для моей чувствительной кожи хорошие тот и другой. Так, такой вот кремчик для кожи шеи и декольте. Супер вообще крем. Очень мне понравился. Единственный минус 40 миллилитров. А так, очень нежная текстура. Очень такой приятный запах. Очень приятно им пользоваться. Как, ну вот, просто себя такой истинной женщиной чувствуешь, когда его наносишь. Ну, не знаю, я от кремов Пьер Рико просто вообще пищу от восторга. Так, заказала вот такую вот кисть для румян. Скошенную. Натуральную. Ну, спорю, для румян, там, для бронзера можно использовать. Кисточка неплохая, но немножечко лезет. Может, из-за того, что пока новая. Ну, не особо лезет. Ну, бывает, что волоски вылазят. Кисть вообще неплохая. Мне понравилась по качеству. Так, что еще, что еще, что еще. Еще я там тоже заказала себе помадку. Блин, такие все помадки там, что в Иврыше, что в Пьер Рико. По 500 рублей каждая. Не дешевые, можно сказать. Вот. Это у меня тон 117. Роуз Элегант. В общем, такая она каждый день. В общем, дизайн очень понравился. Такой хром, да. Не стыдно достать. Вот такая вот приятная розовая. Она каждый день очень даже неплохо смотрится. Запах они поменяли. Слава Богу, у них был такой дешевый запах. Мне раньше его помад не нравился. Сейчас запах такой достойный. Очень, ну, в общем, есть за что заплатить. Я думаю. Так. И в подарок, значит, они мне прислали вот такой вот обалденный. Просто я в него влюбилась сразу. Красный месесер. С их логотипом. С ремнем, значит, темным. Здесь карман. Так открывается. Здесь два кармашка на резиночках. Здесь резиночки. Здесь вот такая штука. Я думала, что тут вот так носить. В общем, никаких ниток торчащих. Ничего. Качество супер вообще. Прямо, ну, вещь просто на самом деле получить очень приятно в подарок. Вот такую качественную, добротную вещь. Еще они мне присылали в подарок. Не показывала я вот такую вот сумку. У них там дизайнер, это Даниэл Хэтчер, который постоянно для Бьер-Рюко эти сумки, значит, ну, в подарочные, в подарочные выпуска. Здесь вот логотипы вот там есть. Ну, сумка вот эта вот, конечно, она вот сейчас по дизайну модна, значит, в портфеле модна. Но она из тонкой синтетики, как бы ее вот на каждый день, это, знаете, месяц походить и выкинуть. Ну, а так для какого-то образа, в принципе, можно пару раз с ней будет пройтись. Не знаю, пока еще не было у меня такой возможности. Ну, на этом, в общем-то, и все с Ибр-6 Пьер-Рюко. Надеюсь, скоро увидимся. Сильно вас не утомило. Всех вас люблю. Целую всех. Всем пока.